Свою педагогическую деятельность Елена Гурова начала на Украине. Там она работала учителем русского языка и литературы. В начале 2000-х переехала в Саров. Во Дворце детского творчества педагог руководит объединением «Юный лингвист». Летом занятий в ее студии нет, зато в ДДТ открыт лагерь «Искорка». Елена – вожатая старшего отряда, и в свободной минутке в игровой форме рассказывает ребятам о правилах русского языка, простыми словами объясняя сложные вещи. Практически то же самое она делает и в течение учебного года. С помощью своей авторской программы Елена Анатольевна помогает ученикам старших классов скрепить полученные в школе знания и подготовиться к итоговой аттестации. Я обычно приглашаю восьмиклассников, потому что они уже всю орфографию прошли, и с ними можно закреплять, обобщать. И ликвидируются пробелы, которые по каким-то причинам у них образовались. Свою программу Елена представила на ежегодном всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» среди работников сферы дополнительного образования. Для нее это был первый опыт участия в подобного рода мероприятиях. Большую помощь и поддержку педагога оказали ее коллеги из Дворца, и благодаря слаженной работе Елена победила на муниципальном этапе и прошла в областной финал. Это была видеоконференция, и все претенденты защищали свою программу в течение пяти минут, а потом мы выполняли экспромтное задание. Вот мне достался день кино, и нужно было за 30 минут составить, придумать, продумать последовательность задачи, цели, идею, и что будут делать участники. Финальные испытания длились около трех часов. Защищать свою презентацию Елене предстояло практически в самом конце, то есть она могла прослушать выступления всех участников и лучше подготовиться к своему. В итоге жюри присудило соровчанке максимальное количество баллов. Но педагог получил не только удовлетворение от победы. На конкурсе пришлось познакомиться с современными технологиями. Я как-то к этому относилась всегда настороженно и не принималась с радостью. А вот процесс подготовки к разным этапам этого конкурса помог мне познакомиться с ними поближе и даже полюбить. И я теперь в своей работе буду использовать то, чем раньше не пользовалась, потому что ребятам это нравится. В соответствии с положением конкурса победители регионального этапа направили на первый тур федерального заочного этапа, который продлится до 15 сентября.